Любопытный крем от Косты Баха. То есть, что мы обычно видим на упаковках кремов? Это то, что крем нас увлажняет, питает и так далее. Здесь же дословно название переводится как крем для сушки. То есть, по моему мнению, этот крем больше подойдет обладательницам жирной кожи. То есть, девушкам, которые сталкиваются с тем, что кожа блестит, кожа вырабатывает лишний себум, кожа липкая, я его использую в уходе поверх сывороток, каких-нибудь очень увлажняющих, которые оставляют сильную липкость, либо каких-то очень питательных сывороток. То есть, крем эту липкость гасит. Причем он ее гасит так, что у меня не остается там такая гипсово-матовая кожа, а просто обычная кожа без вот этого раздражающего блеска, без липкости, как бы мягкая, напитанная. Кроме того, этот крем можно использовать как подложку под, допустим, если у вас есть какой-то очень липкий санскрин. Он хороший, классный, но вот тоже оставляет липкость, оставляет вот этот любимый корейцами эффект стеклянной кожи. В моем случае крем тоже эту липкость и этот блеск немножко погашает. Причем мне любопытно, что вот обычно в средствах, которые помогают справиться с лишней жирностью кожи, обычно в них содержатся либо силиконы, либо это будут, например, там, коламин, какие-то глины, цинк, тальк я встречала. Здесь же в составе, вот мы видим, в принципе, ничего такого нет, нет силиконов, которые дают нам вот эту вот бархатистую кожу, но смываются после умывания, как бы весь этот эффект пропадает. Здесь у нас что? Экстракт алоэ, неоцинамид, лицетин, алантаин, кофеин, ну и увлажняющие компоненты экстракта, там, бузины, цветков и дельвейса и так далее. Сам по себе крем гелевый, вот такая у него текстура, белый, запаха нет, вот такой легкий гель. Он впитывается достаточно быстро и, как я уже говорила, оставляет после себя такую вот, как бы не блестящую, не жирную кожу.